Бывает, случаются чудеса, и потерянные памятные вещи через много лет возвращаются к владельцам или их родственникам. Вот и жительница Хвалынского района Валентина Ивановна впервые взяла в руки найденный орден своего отца, Ивана Васильевича Юдахина. Она и не знала про существование награды, а когда ей сообщили о находке, была приятно удивлена. У меня просто слов нет. На самом деле, всё это так волнительно. Когда мы там приехали, сообщили об этом, я неделю в себя прийти не могла, честно словом, было так вот. Вручил потерянный орден Валентине Ивановне директор Блаковского центра «Ровесник» Антон Шевченко. Именно его знакомые нашли эту памятную вещь в селе Малая Фёдоровка Хвалынского района, где до переезда в Благодатное жил Иван Васильевич. Надеемся, что он наряду с другими вашими семейными какими-то вещами будет передаваться по наследству и больше никуда не пропадёт. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Спасибо. Я не ожидала такого. Волнительно. Это наградной лист тоже к нему. То есть здесь подвиг. Пришлось проделать большую работу по установлению владельца ордена и его родственников. К счастью, нашлась дочь Ивана Васильевича, которая проживает в селе Благодатное, неподалёку от Малой Фёдоровки. Валентина Ивановна точно не знает, как так получилось, что орден потерялся. Но предположение есть. Малая Фёдоровка, где вот он родился, жил, рос, куда ушёл он на войну, вернулся он с войны туда. И после ускоренных курсов там, как в училище, в Горьком, в то время Горький, сейчас Нижний Новгород, в 47-м году он вернулся туда. А потом, когда была построена ГЭС, то есть было затопление, и село просто переселяли. Масса, быстро всё. Орден действительно вернулся к своему владельцу. Валентина Ивановна сразу же после вручения отправилась на могилку к отцу, чтобы поделиться с ним важным и волнительным событием, а также возложить цветы в память о нём. Валентина Ивановна вспоминает своего отца с теплотой и любовью. А всё то, что осталось от него – это фотографии, медали, документы, хранит и бережёт. Это мой папа, моя мама, это его брат, это жена брата, это его сестра, это её муж. Отец Валентины Ивановны умер, когда ей было всего 11 лет. Он мало рассказывал про военные годы, тяжёлое время всегда трудно вспоминать. Моменты отдельные я помню, ну очень мало, помню, что он рассказывал, что во время порсирования реки при освобождении города Киева была утеряна рация, то есть она при взрыве утонула. И вот он, как истыволжанин, нырял глубоко и достал эту рацию, за что и получил благодарность от своего командования, но оказывается ещё и вот награда. Об этом я просто не знала. А когда было освобождение города Киева в 30-летие, в 74-й год, я как раз пошла в первый класс, мне было видно, что отец меня не провожал в первый класс. А он был на встрече вот на этой, сейчас я уже с возрастом понимаю, конечно, что это такое мероприятие, ну как, не до первого класса, скажем так, просто. И вот когда он собирался его собирать здесь, районный военкомат, направление и всё вот это было. И была вот как раз информация о том, я помню, что под роспись ему с нашего Хвалынского музея давали какие-то награды. Помню, какой-то орден звучал. Вероятно, это он и есть, потому что остальные вот орденские книжки, ордена у него есть, а вот этого ордена не было. Валентина Ивановна очень рада, что орден отца вернулся в её семью, так как она с трепетом относится к памятным вещам. На её глазах слёзы, и это слёзы счастья. Теперь она верит в то, что чудеса случаются, даже когда их не ждёшь.